и вот так вот прямо открытый портал вижу ее я вижу веру вот она смотри вот если бы не было этого момента я бы еще думал что вера это верить и получить и это правда так но вера это больше я все что могу я открываю 90 псалом и начинаю читать живущая под кровом всевышнего вера под сенью всемогущего покоится говорит господа я читал один раз 2 10 20 50 100 пошел до 2 сотня пошла третья сотня я почитаю я уже не по я уже просто потому что я понимаю что если я остановлюсь я просто крышу сорву потому что просто такое напряжение каким глеб был до того как он встретил самую главную личность своей жизни что изменилось вот после этой самой главной встречи что это за встречи для тебя 90-е годы открывал казино ночные клубы и стриптиз бары хотел быть счастливым и богатым когда еще начал заниматься бизнесом когда говорили куй железо пока горбачев чем больше у меня рос бизнес я достигал очередной 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 цели и вместе с этим у меня приходил я не мог понять ну что я должен был ощутить себя счастливым человеком но я ощущал растущую внутри пустоту ко мне пришел мне работал водители и он сказал там мой отец хочет переговорить пришел отец он казался баптистом и он такой был человек простоватый и рассказывал мне про какую-то рыбу которую там я должен уложить деньги там помочь ему я ему отказал и в конце он сказал да кстати я забыл иисус христос умер за вас и воскрес на третий день развернулся встал и пошел вот простое я вот вот так вот сидел я я не мог понять что меня пронзило но именно вот эта вот фраза я был думаю какой-то экстрасенс он или что как он меня так вот за генетизировал что я прям аж я прямо замер и я думаю что меня поразило мне поразило что он так сказал как бы вроде бы он был присутствовал на этом месте когда иисус христос и меня это да позже я понял что это было евангелие сказанное в духе святом я купил себе библию начал читать читал и не мог понять как это иисус христос был две тысячи лет назад а я сейчас как это вот медата не сходились и не сходились не сходилась география думаю израиль а я тут я поехал в израиль и пытался в израиле найти от не нашел и в этой скажем попытки читать я помню еще была вторая история когда я открывал второй ночной клуб и я открываю клуб сам того не знаю выгнал церковь которая собиралась там в этом клубе ночном позже я уже познакомился с пастырем через 10-15 лет и он мне рассказал эту историю я не помню ее но вот именно личностный конфликт да что ты прям не личностного не было я просто с директором договаривался директора под пришла сказала церкви знаете мы расторгаем с вами договор здесь будет ночной клуб и пастыр рассказывал говорит слушай мы пришли такие злые молимся господи тут вот пришел зло и выдавливает добро и бустовал помолитесь за него за владельца и мы говорим нас было ночная молитва в ночной молитве помолились за тебя и вы знаешь когда я спросил а в чем и когда же это было я увидел что именно вот вот этот год когда произошло это мне вдруг захотела читать библиот евангелие все сошлось вот одна молитва она просто вот я начал и я читал уже библию я читал ничего не понимал и следующее это было я решил что наверное нужно заниматься благотворительностью я помню нашел нашел человека тоже как-то господь привел баптиста который начал помогать мне собирать списки им я начал в одном из ночных клубов кормить бабушек 300 человек бабушек приходила кушала я их кормил легче не становилось и вот как-то один раз этот баптист пригласил меня на концерт а у меня в ночные клубы приезжают арбакуайте там киркоров там все вот эти вот звезды и тут концерт смотрю по адресу приезжаем в село бабушки коровы ходят вонь навоз и поют странные люди на гитарах я думаю ладно не будем обижать сядем я сел и тут я увидел его вот как вот мне просто как картина как тебя я вижу я увидел иисуса и как бы не просто и видел а я видел все его мысли и и видел как он меня любит и в этот момент я вот как пережил как он на меня смотрит и что он полностью вот чистота и я чистый он меня а я я как бы так я же не такой а он на меня смотрит как я чистый и я плакать начал а я никогда не плакал я плакал и говорил так вот ты какой так вот ты какой у меня мурашки по коже а света говорит что такое вы света я только что влюбился в кого ты влюбился где ты уже 5 нашел я врусил это это не то это иисуса на гухну слава богу были ли у тебя даже когда ты не знал христа кроме вот внешней привлекательности пожелания к девушке который бы ты хотел видеть своей женой чтобы быть счастливым со светой получается это было и судьба судьбоносная встреча но неосознанная глубоко там не особенно вообще это босс это сегодня пришел на не жениться но она была красивая девчонка я увидел я вообще с ней познакомился я шел на улице с ней познакомился на следующий день пригласил ее в ялту поехать и мы поехали в ялту я там сразу подарил ей машину думаю надо и подарить и потом ну как то так быстро все вот не но она она просто на личность конечно яркая было просто красивая она личность была она очень она личность была очень гейность это всегда моя была мы все время смеемся с ней что даже до встречи с господом у нее было вот это вот вложено бог вложил в нее вот мессийность она уже она же не уверовала она просто хреной ходила я потом нашел церкви начал ходить в разные церкви в разные во все одновременно мне понедельник по полной прогрессии не шло в три разных церкви главное чтобы про иисуса говорили и она просто шла со мной за компанию потому что она понимала что что-то лучше чем в клуб это лучше чем опять куда-то гулять и поэтому она лучше куда-нибудь но и но когда она наблюдала за мной и видела как я влия просто только христос христос у меня я с утра до вечера о нем думал читал библию я все время вот у меня просто такое я поглощал и и конечно когда ты смотришь на христа ты преображаешься ты и когда она видела эти перемены через полгода где-то она сама приняла христа и то родители и мы как-то считали за мной около 100 человек неров первый же год просто друзья все начали уверовать по цепочке и вот это было такое время до когда я вот скажем первые пять лет вообще вот больше был увлечен даже не замечал свет потом через года три четыре или пять вот я не помню но но у нас подошел такой момент как бы уже когда мы начали смотреть друг на друга но уже больше насытились вот этим фейерверком вагана и тогда конечно я скажу что это был такой момент когда мы вдруг начали видите значит замечать какие-то недостатки друг друге и начала искрить наших взаимоотношениях я скажу единственный ключ который я нашел в и свете об этом как бы тоже рассказал передал и говорю давай так будем то есть написано в писании что одним приношением он навсегда соделал совершенными освящаемых то есть вот эта концепция искупления которую я пережил при встрече со христом без осознания вот просто вот на уровне такого знаешь как просто бах и вдохновение ощущение того что он смотрит на меня как на чистого и я чистый я теперь начал ее проецировать какие-то сферы своей жизни которые уже скажем которыми нужно было изменить и начал проецировать на мою свету и просить свету чтобы проецировала на меня принимать когда мы уже да я говорю раз господи ты сказал что всех дела совершенна моя жена совершенно а знаешь в взаимоотношениях между мужчиной женщиной все время одна и та же история но это жена говорит имя не любишь муж говорит имени уважаешь мужчине нужно уважение женщине нужно любовь и вот понимаешь и мужчина не понимает мантру повторял раз она совершенно света меня уважает можете у вас в какой период родили у нас время они продолжали рождаться все время один за одним у нас за все время родилось шесть детей и одну доченьку мы удочерили и вот последний шестой или седьмой сын родился буквально три года назад светов 47 родила лет родила и она сейчас он ему три года это просто радость такая до нас конечно очень сильно этот вопрос веры или мышцу веры бог тренировал через наших дочерей которые две ушли на небеса когда родилась вторая да когда просто она родилась без головного мозга и каждое утро мы просыпались и перед нами лежало безжизненное тело и чем когда она еще была в чреве бог сказал свете в твоем чреве дочь ее зовут вера я хочу научить вас через нее верить и мы ее таки назвали вера и в этом каждое утро вы просыпались она не могла не двигаться врачи говорили она никогда не станет она будет просто лежать как овощ и мы вставали и мы начинали провозглашать в эту лучшее для ее лекарство это ваше видение и слово божье которое вы провозглашаете на нее у нас была вся комната завешана этими словами об исцелении мы провозглашали провозглашали говорили иисус христос искупил ее сделать совершенно и знаешь когда она в полгода 8 месяцев начала двигаться говорить встала бегала до пяти лет врачи стояли пришел врач который ее вел он плакал он говорит он идемте сделаем узи он делает узи смотрит снимки все нету головного мозга которая представляешь вот голова и там вообще отсутствует вот вместо головного мозга вот маленький кусочек маленький как там зрительные речевые это вот просто вот просто зародыш какой-то зародыш вот маленький кусочек и он плакал и такое быть не может как она может говорить как она и она ходила и конечно и мы тренировались знаешь она даже вот наше состояние духовное мерили по ней только где-то мы духовно проседали она у нее начиналось тут все что надо нашей веры она на нашей вере вот вот жила я понимаю что бог ее дал нам на малое время что в пять лет она но она ушла да она ушла она ушла спокойно да ушла она просто упала в кому и да и ушла и и это было просто и он научил нас верить это вот меня просто слезы текли когда я услышала цвет и света такая сияющая и я говорю как вот и боль того что ты родишь и думаешь как бы произойдет преображение все появится ты знаешь что есть чудеса бог творит новое и этого не происходит и ты продолжаешь продолжаешь потом ты теряешь и это сияющая женщина благодарит бога за то что она была дарована она уходила на моих глазах я стоял она была в коме у нее сердце подключено вот этот аппарат пи 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 сердце бьется и когда и потом когда я сутки за нее молюсь провозглашаю слово божье уверен что она встанет уверен что она и когда у нее начало становится сердце через сутки у меня в этот момент я понимаю что у меня же нет сил я все что могу я открываю 90 псалом и начинает читать живущая под кровом всевышнего вера под сенью всемогущего покоится говорит господа я читал один раз 2 10 20 50 100 пошел до 2 сотня пошла третья сотня я почитаю я уже не по я уже просто потому что я понимаю что если остановлюсь я просто крышу сорвет потому что просто такое напряжение или сердце так врачи колят ей адреналин и света забегает я бросаю я читаю не останавливайся она читает псалом вера живущая под кровью всевышнего под сенью всемогущего и читает и ты знаешь и когда у нее этот путь я вдруг который я вдруг увидел ее как вот на небесах ты знаешь это странное состояние у меня это тебя мурашки это состояние вроде бы смерти а по сути воскресенье торжества жизни и у меня такое слово смерти нет это знаешь это 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 наверное я понял что такое вера вот если бы не было этого момента я бы еще думал что вера это верить и получить и это правда так но вера это больше это маленькая часть вера это даже умереть вере и чтобы вера сама помнишь праведный своей веру и жив будет то есть уже когда люди верят и не получают и говорят вот ожидание долгие или желание не сбывающий сами сердца там надежда долго не сбывающий это надежда но вера она ты удовлетворяешься ей самой игру господи я увидел веру у меня как бы знаешь через эту ситуацию вот этот ребенок воплощение как открылась небо полноты для меня она я света она не умерла у нас первая дочь уходила ну там другая история я боялся даже посмотреть на нее тут я тут трогал тело и понимал там ее нет и вот так вот прямо открытый портал вижу ее я вижу веру вот она смотри света ты видишь надо я вижу ее я видел ее вот через христа и не знаю как вот и я и в любой момент час могу посмотреть знаешь вот как внутренне у меня знаешь после этого я перестал в это смерть потому что для меня как в этот момент открылся мир я вдруг увидел весь мир я не понимаю почему так бог сделал что нужно обязательно через боль как бы открыть это но после этого я уже не боюсь смерти а буквально недавно я встретился с верой с верочкой с этой но я не мог понять я это видение но я тугу явное видение я просто в таком же возрасте летние вот такая же маленькая подбегает ко мне и говорит она говорит папа мы все тут за вас болеем я так знаешь думаю как это не представляешь пойми как каждая ваша победа которую вы делаете здесь на земле она сразу же отражается у нас у нас появляется новая реальность а я же такое богослову знаешь мне нужно такой доктор богословия почему ты знаешь еще мне нужно проверить что-то тут чтобы не какой-то дьявол не знаешь это про и потом я да я уже это и все и как бы все мы расстались я потом по слову божьему потом я нашел что иисус сказал свяжите на земле связано не взаимосвязь того что мы делаем на земле и и появление новой реальности помнишь связывайте на земле развяжите на земле будет развязано я понял то помнишь про облако свидетелей что они наблюдают за нами я понял что мы живем знаешь здесь под таким вот стекло открыты все дела только с одной стороны там все видно то есть мы по таким зеркальное зеркалом который нас смотрят все нас видят а а мы никого не видим понимаешь и вот и вот это вот и я понял да что насколько вот это все связь это происходит потому кто ушел он живой